Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу, как правильно строить высокие каменные стены. Первым делом нужно поставить фундамент. Да, я пользуюсь тренером, так как он намного ускоряет строительство. Так вот, я расположил данным образом фундамент, потому что посередине я хочу, чтобы у меня было озерцо. То есть, чтобы можно было им пользоваться. Озеро будет внутри форта. Фундамент Из-за того, что у меня посередине небольшой пруд, и я хочу, чтобы им можно было пользоваться, мне пришлось прибегнуть к такому варианту. После установки фундамента, следующим шагом будет постройка первого слоя каменной стены. По внешнему контуру фундамента. После чего, на него будет построен следующий контур. И так, три слоя. Таким же образом построили второй слой камней. Обязательно не стоит забывать про выход в ваш будущее. Иначе, если вы сделаете сплошную стену, выбираться будет проблематично из вашей будущей крепости. Следующий шаг, третий слой. И так, третий слой каменной стены построен. Так же я поставил лестницу как внутри, так и снаружи. В будущем обязательно нужно будет так же камнем обложить фундамент по бокам, чтобы не было вот такого. И так, теперь нам нужно сделать своего рода и пол, и крышу. Крышу для первого этажа, и пол для второго этажа на стене. Для этого мы выбираем Custom Stars. И устанавливаем его таким образом, чтобы верхушка была, то есть доски верхние, вровень вашей каменной стене. Далее устанавливаем его таким образом, чтобы доски, то есть разметка досок чуть-чуть заходила внутрь камней. И ведем таким образом, по всему периметру нашей стены. Итак, у нас вот что получилось. То есть, когда это будет сконструировано, оно не будет мешать проходить. То есть, в то же время, будет неплохая крыша, и тоже плохо. И так, вот что у нас получилось. То есть, это в то же время для нас, для тех, кто внизу эта крыша. Мы поставим лестницу, и это будет как бы второй этаж стены. И так мы поставили на лестницу. И, как я и говорил, для второго этажа этот, тот же самый пол. Далее нам нужно опять положить один слой каменной стены вдоль всего периметра. Итак, мы установили слой каменной стены поверх нашего пола. Теперь нужно выбрать снова кастом стены и установить ее таким образом, чтобы она была... Чтобы ее столбы, так скажем... В общем, чтобы ее столбы, как бы, входили в каменную стену. Так... То есть... Чуть-чуть там, вот так. Что-то прочитает. А, ладно, ну что. Вот... Так, высоту также вы сами регулируете. Лишнее я не люблю, когда мой персонаж чуть ли головой потолок. И нацепляет. Поэтому я как-то стараюсь чуть выше делать. Итак... Вот что у нас получилось. Теперь желательно сделать также лестницу на... Получается, третий уровень стены. Продолжаем строительство. Итак, я возвел слой каменной стены на третьем уровне нашей городской или как фартовой стены. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Фартовый. А... Также я сделал лестницу, позволяющую попасть сразу и на второй уровень, и на третий. А также... Закрыл фундамент и под лестницей каменной стеной. Вот так нужно сделать со всех сторон... Там я еще пока, правда, этим не занимался, но... Так вот, так нужно сделать со всех сторон, где виднеется фундамент. Во-первых, это выглядит красиво. Во-вторых, его уже не смогут повредить аборигены и мутанты. Итак, уважаемые зрители, внутри и снаружи фундамент я также обложил камнем. Осталось обложить лестницу. Ну, это сугубо для красоты. Шо? Опять? И... Приятным сюрпризом оказалось, что внутри... Моей, как сказать... Моего фарта... Оказалось... Одиноко заблудившийся... Эээ... Одинокий заблудившийся олень. Олененок. Не знал я что. Теперь я могу разводить... Могу сделать себе ранчо. Плэээ-а-а-а-а-а-а-ай. «Вы кто?» «Я Вас не знаю!» «Идите на Twitch!» обрамлять фундамент камень, не прошло и часа, как прибежали одичавшие участники Дома-2. Ну, мало кто знает, но укус участника, вернее, укус одичавшего участника Дома-2 превращает тебя в Ксюшу Бородину, или ещё что-то, Ксению Собчак. Я бромил стены забором из хвороста, а также сверху опять слои стены из камней. Получилось вроде как обзорное окно по всему периметру. Есть мысль, что внутри сделать тоже фундамент, но с отверстием в пруду. Кстати, фундамент ставится по самой высокой точке. В смысле, допустим, вот, возьмём вот этот участок. Если вы видите, что здесь есть наклоны, подъёмы, так вот, фундамент ставится на подъёме. Если же вы поставите его вот здесь и начнёте туда гнать, то он просто уйдёт под землю. В общем, на данный момент вот что получилось. Я положил ещё один фундамент, таким образом, чтобы озеро было свободно. Также обложил по краям камнем кое-где фонарики. Не знаю почему, у меня такое впечатление, что у нас получилась какая-то японская открытая сауна. Не знаю почему. Да, до тех пор, пока я не положил вот этот фундамент, была трава. И звери, олени, там, зайцы, они здесь свободно бегали. Теперь, боюсь, этого не будет происходить. Но, к счастью, чем хорошо в этом пруду есть рыба, и в любом случае без еды здесь не останешься. Опять местные проститутки уже пришли, видать, как услышали, что сауна. В общем, работа продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует...